у о какие люди и вот встретились как два одиночества два эскандера здравствуйте александр давно вы с вами не встречали из ташкента другой я знаете это сейчас только пообщался но недолго так ознакомительная беседа у нас есть такой азамат не знаете такой тон ну популярная личность тик токи а сейчас в чат рулетку вышел такой ну грамотный мужчина он такой ярый интернационалист причем ярый да умеет жестко отвечать ну правда поговорили с ним на тему приготовления плова но он говорит что у него самый лучший плов я не стал оспаривать хотя я точно знаю что самый лучший плов у меня зачем я буду расстраивать человека если у него вот такие убеждения тем более эти убеждения они не бьют по моему самолюбию и так скажем не ущемляет ничьи чувства какой нравится ну вот так что чего у вас я недавно с виталием ну недавно деле две вот мы с ним пообщались виталием но тоже такой короткий разговор потому что особо то нечего было вот обсуждать и 4 и и я если честно куда-то торопился а вы чего сегодня какие новости обсуждаете до новостей как такая вы их так таких которые бы вот стоило обсуждать ну как бы и нету сейчас все идет своим чередом понятное дело переживаем за ребята которые воюют который да это все время ждем от них и известия сегодня пришли известия назовем их хорошими но то есть сам факт того что все живы это уже хорошие новости до раненые есть и причем троту их их целых пятеро один средний остальные легкие так что не чувствуешь ваши знакомые это да это да мои подписчики с которыми мы постоянно держим связь а сам командир подразделения получив ранения сквозное на вылет то есть только мягкие ткани у него прошло он не страшно я понимаю не страшно но подлечить то все равно надо есть а он отказался от от гости по госпитализации да просто уже просто до фанатизма какого-то но видите там мягкая ткань ну да понятно понятно она она мягкая ткань это но вот но насколько я знаю это жуткая боль и ожоговое состояние от постоянно щипит то есть если нормально обработать ну не вот знаете искандер вот все-таки насколько мы разные люди я тоже если честно вот я не люблю слушать сводки я сразу начинаю сильно переживать вот знаете да то есть я близко к сердцу принимаю любую смесь и вот последнее время стали объявлять что украина несет большие потери то есть они в в постоянном давлении под артиллерийскими обстрелами и несут очень большие потери но колоссальные колоссальная но но больше так скажем среднестатистически за вот эти два года то есть увеличились потери и вот я услышал такую фразу что за эту за этот день вот на всех направлениях до двух тысяч человек вчера полторы тысячи человек и вы знаете скандеры я себя поймал на мысли что мне тех тоже жалко александр да потому что у вас есть душа потому что я вам скажу такую вещь вы хоть раз когда-нибудь в новостной ленте российской когда диктор говорит о том что несут огромные потери украинская сторона вы видели радость в глазах этого зрения видел вообще взрал злорадство нет а случись что-нибудь в россии в россии что вспомните что как какая какая у них была пляска на костях когда взорвали мост вспомните какая они танцевали перемога праздник когда произошло в этом крокус сети холли как они же как они радовались они радовались тому что нет я вот сейчас последние события говорю то что в дербенте и в махачкале произошло праздник это их победа да вы люди вы или кто вы вы чему радуетесь я как мог как вот как можно с ними разговаривать спокойно после этого когда я встретился с одной украинкой который живет давным-давно в америке и как он ну там слово за слово слово за слово она говорит вот там путин фашист я говорю да вообще самый главный фашист ваш говорю этого байден ваш ой кого он убил игру у себя на территории игру минутку а по миру посчитайте сколько воин развязано но блин вообще все это затем затеял откуда уши растут я говорю кто это за за те что это что это было в одессе 2 мая и она в этот момент с удовольствием глядя мне в глаза начала смеяться на фразе на фразе об одессе и тут и вот тут у меня я впервые в чат рулетки обматерил женщину да потому что для меня она даже не женщина с этого момента какая такая женщина будет радоваться смертям какая такая женщина будет радоваться тому что добивали людей кто будет радоваться тому что убили беременную женщину это же не люди ну знаете в чем сложности искандер вот я тоже встречал может быть в youtube может быть сам беседовал все это уже путается да вот один типичный такой хохол и вот он когда убили где вот эти детей до севастополе и вот он улыбается и вы знаете вот у меня как у нормального человека у меня не то что эмоции у меня стопорит разум человеческий я не знаю что ему ответить до планка падает планка по дорогу не знаешь что ему ответить вот смотришь назовешь ты его нелюдям он этого не поймет он не поймет до таких людей вот таких людей вот главная ошибка иосифа виссарионовича мне это еще отец говорил он там пять лет служил я вам рассказывал да да на западной украине вот как раз 44 49 год вот главная ошибка что не было приказа их уничтожать то есть вот поймали банду раз и и пустили в расход почему потому что как бы плохо про сталина не говорили а у него существовал вот это вот как сейчас и путину за это ругает опора на уголовный кодекс и на законы то есть любой бандит убивал он все равно проходил следственный процесс он проходил судебное заседание и только судебное заседание потом ему давала от 8 до 25 лет и уже вот после войны смертную казнь вот учитывая потери но количество народа вот негласно вот эту смертную казнь отменили и всех на какие-то срока ну вот играют 8 по 58 статье это все тоже 58 статья была если он гражданин советского союза то их отправляли там вот эти карлак гулак там и так далее и тому подобное и вот и отец тогда еще говорил вот ну мы с ним перед смертью от рассуждали на эту тему их нужно было просто уничтожать почему потому что это зараза она все равно дает роски мало того ее запада удобряют поливают подкармливают делают инъекции и так далее и тому подобное и вот такая часть людей на украине есть без есть жадность зависть и злоба и вот это злоба бессильная от невозможности противостоять россии но в то же время и завидую и злобствую и готовы на любые преступления вот еще секундочку возьму то ли получается так россия идет чтобы их вылечить они не ходят не придут они будут всех вешать уничтожать без суда и следствия вилами колючей проволоку бутылками разби то есть они будут не то что мародерствовать они будут как сжигать людей только немцы это делали как педанты европейские условно говоря с точки зрения технологии пришли помылись разделись в камеры завели закопали сожгли а эти нет у этих трупы будут по всей земле валяться их убирать не будут они будут наслаждаться это я не знаю насколько вот изверги и вот это вот большая часть но не больше естественно но такая часть на украине есть вот что страшно это страшно если этому единстве это все нужно уничтожать уничтожать и самая востребованная профессия будет это психолог наверно в послевоенное время потому что эту массу людей ее нужно будет с точки зрения обнулять их интеллект да как заземлять как это с конденсатора сбрасывать неправильное напряжение до наклоне реформатировать я как я как я как я как я как компьютерщик скажу просто там сделать надо будет просто форма фрагментацию нет нет пол полностью никакая дефрагментация это не поможет именно формат полностью стирать всю весь массив данного обну обнулять потому что потому что идейных там очень много вот в чем дело и идет разговор александр мы вот самое страшное что меня больше всего пугает что наше поколение люди они они там вот они самые такие злобные ну да ведь искандер им есть чем сравнивать вот я вам просто вот я не знаю с какого вы года следите за этим я начал следить за украиной сначала доносились там ну и в россии у нас казахстане бардак был 90-е годы там не до этого но я уже начал следить за украиной с 2004 года во первых у нас был назарбаев какая-никакая была стабильность да вот ну стабильная власть в россии появился путин с 2000 с 2000 по 2004 он очистился вот этого приплода олигархов вот этих до западных глобалистов и россия начала развиваться а 2000 после выборов этого ющенко когда я начал за этим следить и уже тогда я понимал что украина это что-то не то у меня у отца все родственники так вот и и он туда ездил и меня вот это вот начинало просто корожить почему же это корежит почему же это все там происходит я не понимал я и вправду считал что это три народа это один народ просто территориально разделились вот ну примерно так хотя я уже знал что есть западная эти нацисты бандеровцы центральная которая моя хата с краю ничего не знаю и вот эти вот родственники наши харьков луганск донецк и вплоть до одессы это все те же самые люди просто волею там до большевиков они вот отошли сторону украины в смысле территориально но не в этом дело уже тогда и стартапы как это сейчас говорят у всех одинаковые но потом россия а следствие казахстан и даже белоруссия с батькой с его социалистической системой с прокруткой с черным дымом из выхлопной трубы завелся вот этот старый какой зил сто тридцать один на шести колесах и он потихоньку 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 и начал двигаться вперед а у них движение никакого вперед не было но жили они лучше чем и в казахстане и в узбекистане белоруссии в россии а теперь то уже к тринадцатому году было ясно что россия-то поднимается и уровень жизни растет и тут их начала не злорадство они же смеялись злорадствовали надо а тут уже кроме злорадства начала появляться отжались зависть да и вот это злоба она не с двадцать четвертого года нет и из четырнадцатого именно и из четырнадцатого уверен что не с четырнадцатого я тоже на дело в том что александр я же вам рассказывал я рассказывал вам какие время какие года я служил в армии я служил так так уж с волею суть судеб случилось что у меня мои сослуживцы были западенцы как теперь их называют и были представители донбасса они все считали что они с украины но это два раза больше абсолютно абсолютно разных народа это они были врагами номер один это 70-е годы 76 78 года о чем вы говорите как о чем вы говорите какой 14 год когда мне говорят это началось в четырнадцатом году игру да ладно да о чем вы ненависть к россии вот реально выражены в действии а но это же дону с четырнадцатого года почему потому что вот они провели майдан и думали от своей жадности что-то как ну условный вот эти круженные трусы вот я же это все наблюдал каждый день приходишь включаешь телевизор и ты вот это прямую трансляцию из украины потому что весь мир замер что же будет ведь яценюк выступает у нас будет зарплаты по 5000 евро а пенсии по 2000 евро и все в европу и все они за гол ни хрена себе так это же халява и вот они этой толпой кинулись и вот эту кибитку или конторку где выдавалось направление в европу затоптали так что так что и вот я я я то точно так же как и вы я начал следить после того как ющенко как вот вот выборы в ющенко и потом мне да мне стало интересно что там происходит что там такое и мы же смотрели и были интересные достаточно интересные и информативные порталы на которых можно было почитать разных авторов с разными точками зрениями зрения но потом в какой-то момент вы помните может быть вы тоже отслеживали этот портал он назывался корреспондент нет это украинский портал был но сейчас уже не помню вот и а потом в какой-то момент я смотрю там совсем другое начали писать и тех кто говорит хоть что-то которое не по не не соответствует их повестке тут же в бан отправляют ну вот ну да там вот это вся западная система прессы или как ее назвать зависимые прессы потому что прессы большими ресурсами и производные от них владеют все вот эти глобалисты поэтому тут удивляться ну не приходится вообще да 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 я с вами соглашусь знаете меня больше всего поразило это 2009 год или 8 или 7 я всегда путаюсь помните авар авария на красноярской гэс когда Да, 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 я помню. Блок генератный крышку сорвало, и там погибло много людей, авария была, плотина там пострадала. Это девятый год, по-моему, это Саяна-Шушинская, та самая знаменитая, да? Вот или Красноярская. А, не-не-не, Красноярская. Красноярская, да. Да, Красноярская, Красноярская. Когда уже соцсети были, и вы не поверите, вот тогда я просто ужаснулся, ужас, потому что комментарии из Украины, все с великим злорадством, и даже такие, что чем больше москалей бы это, это хорошо бы, если бы эта турбина вылетела вообще и прокатилась по всей России. Вы представляете вот это животное чувство ненависти? От этого злобы, бессилия, вот эта бессильная злоба, она человека доводит до, ну, я не знаю, до любого, до любого преступления он, человек, наслаждается. Поэтому еще раз приходим к выводу, что полностью нужно уничтожать эту государственность и людей перевоспитывать. Как бы это ни звучало жестоко, я с вами абсолютно согласен, абсолютно. И то, что, и то, что, почему мне многие зачастую задают вопрос, вот ты в Бабай живешь или Искандерка, кто как называет, ну, кто-то не знает, как меня зовут Бабай, ну, вот ты живешь в... Ну, какая разница, блин, ну, ты живешь в Узбекистане, тебе-то какое дело до России? Я говорю, да потому что я никогда я себя от России не отделял, вы меня сейчас поймете. Когда все это случилось, никогда я себя не отделял от Советского Союза, мы жили одним народом. И то, что сейчас там происходит, а для меня была, знаете, когда, крайняя точка, Александр, 2014 год, 2 мая, вот это все, это вот тогда, вот тогда я понял, что все, это, я извиняюсь за выражение, это полная жопа, это все, это радостные лица девчонок, будущих матерей, сидят, они разливают этот коктейль Молотова, смеются, радуются, что люди горят. Да ешкин кот, блин, ну, как так? Что у них в головах? Как это туда попало бы? Меня, значит, чуть пораньше, у меня, когда вот кадры прямые показывают этот, где Каменец Подольский, а где вот автобусы, который с Крыма, Антимайдан возвращался, вот, даже фильм такой есть, возвращение Крыма, или еще художественный, вот, и там вот этот, ну, момент, эпизод, он прям с документальной, ну, так скажем, документальными подробностями был, значит, там пропало без вести, убили по 8 человек, а пропало без вести 18, ну, вот, как водителя через стекло передней машины застрелили, так оно и в фильм вошло. Вот, я уже тогда понял, что методы, именно бандеровские, это поймать беззащитных людей, убивать, издеваться и наслаждаться содеянным. Это, вот, это бандеровские методы, о них мне рассказывал мой родной отец. Других методов у них нет, в открытый бой они не вступают, и поэтому воюют, я говорю, мне жалко и тех, и других, я вот смотрю, плены там, все. Это такой же народ, как и мы все, как и мы, большей частью взрослые мужики, еще советские, советские люди, большей частью. И мне просто жалко, что их уничтожают, всех уничтожают, вот, обычных людей. А те в бой не пойдут, там, эти Азовы, Кракены, они в бой не пойдут, они, там, Си-14 или правый сектор, там, ну, там, эти организации плодятся, Айдары там, Азовы, они же в бой не пойдут. Они не для этого создаются, они создаются для того, чтобы устрашать народ, вот и вся. Да, они в бой не идут. Не пойдут они в бой. Они не пойдут, они, это, это, это не люди, что сделать. Не люди, не люди, я говорю, их нужно уничтожать, большинство народа нужно перевоспитывать, а страну нужно просто-напросто ликвидировать, иначе, и вспахать все поле заново, и этим гербицидом посыпать. А потом взращивать уже другую культуру, то есть детишкам в школе, там, менять учебники и так далее, учителей менять. Ведь бандеровцы, бандеровцы, вот вы не представляете из рассказов, они когда заходили, как только появлялась информация, что с Украины, кто более-менее знает язык, на западную Украину присылали учителей, врачей, там, щитоводов, зоотехников, агрономов. Та банда приходила и в первую очередь уничтожал их под видом того, что они коммуняки. А хотя люди просто хотели, чтобы, ну, все жили нормально, сеяли, пахали, скот выращивали там, я не знаю, что еще. Вот вы сейчас сегодня озвучили то, что это было ошибкой Сталина, то, что не было приказа на уничтожение этих банд. А потом вспомните, когда он умер, вот эта огромная, огромная сумасшедшая амнистия, отпустили же практически всех бандеровцев тоже в том числе. Нет, нет, там первая вот эта Беревская-Молотовская амнистия, она касалась людей по 58 статье, но не все там были бандеровцы, а те, которые, ну, условно, маленький срок, самый маленький срок, там порядка около миль. А потом уже Хрущев, когда пришел в власти, вот эту амнистию начали пересматривать дела. В 56-м году он готовился вот к этому выступлению о пульте личности Сталина, по-моему, в 56-м году, не помню сейчас. На 20-м съезде, да, по-моему, это было? Да, да, да. Вот отец говорит, когда весь народ возненавидел Хрущева, потому что Хрущев ничего не сделал, а Сталин сделал. И поэтому он говорит, что мы его, а потом вот эти реформы Хрущева, но реабилитация вот этих нацистов, бандеровцев, она началась чуть позже. Хотя, ну, в основную реабилитацию они тоже попали, но их, знаете, их не ущемили ни в правах, ни в чем там. То есть даже вот чеченцы, ингуши, которых, крымские татары, которых вот сюда к нам выселяли, сейчас не будем спорить по каким причинам, из-за чего. И в Узбекистан тоже. Вот. Они были ущемлены в правах еще много лет, то есть без права возвращаться, допустим, в Чечню, в Крым и в Ингушетию. А этих освободили от вот этого ущемления прав. И они поперли, они как доблестные служаки, вот слуги, халуи. Они начали заканчивать деньги с запада, сразу пошли, вот, начали заканчивать институты, пошли в учителя, в руководящие работники, в газеты, в информационное поле. И вот эта подпольная гребница, она развивалась, несмотря на то, вы же помните, Шелест был, ярый националист. Это же с подачи Шелеста это все контролирует. Но когда его сняли, вот уже в Брежневские времена Щербицкий пришел, Щербицкий не предпринял должных мер, чтобы эту гребницу осушить, понимаете? И она все равно развивалась. Она развивалась. И это все вот вывелось после развала сразу же, помните этот, как его... Куча. Нет, нет. Вот. На Западной Украине был лидер Черновол. А, Черновол, да, да, да. Он же тогда уже хотел Западную Украину это отделить. А американцы сказали, нет, ни хрена, и Черновола уничтожили. Его же уничтожили. Уничтожили. Потому что задача была, нахрен кому-то нужна Западная Украина, чтобы ее кормить. А нужна была вся Украина, чтобы потом ее... И давайте признаемся, американцы справились со своей задачей. Великолепно. Великолепно справились. Это не спорю. Абсолютно не спорю. Это СВО, то, что сейчас происходит, они сделали, они две задачи выполнили замечательно. Во-первых, они смогли стравить, как мы с вами говорим, Россию с Украины, как до сих пор россияне говорят, и два братских народа они стравили. Еще хотят Европу туда. Так, так, а Европу-то, как они загнали под плинтус, уже... Да, 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 я говорю, и Европу, то есть великолепно. Вот в Грузии их операция, она провалилась. Сколько они туда денег не вкатывали, сколько они этого Саакашвили не кормили. А на самом деле, вы посмотрите, молодежь в Грузии, молодежь, и Каладзе, Каха, там, вот это, Кабахидзе или как, ну, Кабахидзе. Вот Грузия проснулась, они говорят, алло, господа, мы что, ваши халуи, что ли? Нет, вот дружить давайте. А так им друзья не нужны, им нужны халуи. Им халуи нужны. Больше в Балтике, да, всякая вот это, Германия. Вот, я не знаю, вам Виталий рассказывал, у него был собеседник из Грузии, очень интересный собеседник. Я видел их, я беседу видел, с бородой, с бородой, да, в бочках, я с ним два раза беседовал, мы с ним очень... Замечательный человек, я с ним тоже не раз встречался, и мы сейчас уже просто расшаркиваемся, раскланиваемся, знаем, потому что вопросов у меня к нему нету, и у него ко мне нету, и мы расскажем друг другу по анекдоту и разбегаемся. Но его фраза, которую он сказал в разговоре с Виталием, я запомнил, и я ее периодически всем напоминаю. Не скушайте, говорите, не скушайте. Не кокетничайте, Александр. Он сказал, говорит, я родился в Грузии, но я не грузин, но я люблю свое государство, я люблю свою страну, он сказал. Я люблю свой народ, и говорит, я не хочу, чтобы в Грузии был не пророссийский, не проевропейский, не проамериканский президент, я хочу, чтобы в Грузии был прогрузинский президент. И вот это можно спроецировать на любое государство абсолютно. Потому что мы сейчас видим, что происходит в Прибалтике. Президенты, что они там, прибалтийские эти президенты, он про-латвийский, про-латышский или про-эстонский? Да нет, он про-американский. Да нет, даже их и назвать про-американский. Вы понимаете, они нет, они просто их наняли, наемный клей, американец нанял их, говорит, вот будешь Эстонию руководить, ты Латвией, а ты Литвой, блядь. Вот, поэтому единственное там вот более-менее какой-то, так скажем, видимый суверенитет, от всей Европы вот этой, да, Польша немножко вроде бы создает видимость. Но мне всегда, знаете, я вот с одним поляком разговаривал, тут тоже такой русофоб, но я тоже умею так ответить. Вот, он, вот, мы там, ну и начинает, начинает. Я говорю, хотите, вам анекдот расскажу? Он говорит, ну давай. Я говорю, вот, знаете, как дальнобойщики называют велосипедистов? Он говорит, нет, не знаю. Я говорю, хрустики. Вот, он понял, хрустики. Так вот, говорю, Латвия, Литва, Эстония, в мировой политике это хрустики, а Россия это КамАЗ. Так вот, Польша, это нет, они не велосипедисты, они на мопеде едут, поэтому вы, может быть, хру-хрустики, но, то есть, ваш номер тоже такой же, 16-й. И ваша видимая там, вот, суверенитет ваш видимый, вообще ничего не стоит. Почему? Потому что вы в раскорячке, над вами, кроме Соединенных Штатов, еще есть Англия, ну, Великобритания. И поэтому вас не раздевают, потому что вы очень хорошо выполняете роль вот этого надсмотрщика, полицая или вот смотрителя там, или как это, управляющего вот этими маленькими государствами. Поэтому вы, говорю, сильно-то не распаляйтесь. Ну, и вы правы, и Грузия. Но это же удивительно, Искандер, столько вложили денег, столько качали вот в эту русофобию, и ведь в конце концов народ проснулся. Почему это произошло? А ведь надо, давайте признать, Россия на внешнем, вот, ближнее, никак не влияет, не создает ни НКО, не создает ни коммерческие вот эти вот фонды, не подкупает вот этих всяких Каладзе и Кабахидзе. Она их не подкупает, она просто ведет торговлю. И вот сейчас вот я недавно разговариваю в Краснодаре, он говорит, у нас появилась боржоми. То есть, кроме своих там есентуков, шуру-бу-руф, значит, в России, если появится еще грузинское вино, потом, допустим, там баранина или еще, что еще у грузин, я не знаю, что у них еще есть, да. У нас, кстати, вот из Сентуки, ой, боржоми, на Беглаве, это вот мы постоянно покупаем, на Беглаве жене нравится, вот. А Россия-то это огромный рынок, а для трехмиллионной Грузии это же вообще огромный рынок. То есть, если это наладится нормально, живите как хотите, может быть, еще Осетия с Абхазией посмотрят, что там грузы, Грузия хорошо зажила, еще и подружатся и будут ездить друг к другу, и можно еще в одну страну объединяться, это же время это все решает. Так что так вот. Ладно, не скопляю. Спасибо, Александр, за беседу, раз бы с вами встретиться. В Алмате тоже большой привет. Кстати, а давайте мы закончим разговор о той теме, с которой обычно начинается разговор. Коплов? Про погоду. Как у вас с погодой? Ой, вы знаете, Искандер, у нас вот эту неделю великолепно, дожди вот не такие, не сильные, вот то сильные, то не сильные. И вот эта прохлада дала нам вот эту неделю прям вот благодати. Сегодня было, вот мы с женой поехали, ну, там по своим делам, она туда, ну, короче, нет. И вот я еду на машине, раз смотрю, термо, 28 градусов, солнышко, ветерок такой вот хороший, я говорю, она на заднем сиденье, говорю, как тебе? Ой, говорит, великолепно. Давай, говорит, еще прокатимся. И мы вот прям, я так, народу мало, суббота же сегодня, и мы еще по городу там чуть-чуть кое-где прокатились, вот, вот, 28. Чего бы дальше я не смотрел, но вот эта неделя Господь нам дал вот немножко продыха от этой жары, потому что все-таки 35-37 жарковато. Так вот у нас в Ташкенте сейчас, у нас неделя, июль пришел, то есть вот этот самый жнойный период, у нас 35-36 максимум и ветерок, а ночью падает до 18 градусов. То есть комфортно, комфортно. Это же, знаете, всегда вот прям как в сказке, представляя вот этот, ну, усредненного узбека, у которого свой дом, виноградник, под виноградником топчан, под топчаном этот рычок бежит, с водичкой журчит, на топчане вот эти карпешки, ну, эти одеяла у нас показаны карпешки. А по-узбекски курпача. А, курпача, ну, у нас карпешки, карпешки мы их называем. И вот, представляете, после 36-ти человек засыпает, и утром просыпается, и еще, наверное, одеялом укрывается, потому что, потому что такой перепад температуры, он на организм действует, человек тепло начинает отдавать, вот, накопленное. И вот это как в сказке прям, да, ну, здорово, здорово. Ну, у меня тоже свой дом, поэтому у меня нет необходимости, условно говоря, там, беседки где-нибудь, на летней кухне спать. У меня тут окна открыл, сетки висят, поэтому то же самое примерно. Я понял. Рад был видеть, Александр, встретимся еще. Давно не виделись. Сегодня такая беседка. Дали вам привет, увидите. Обязательно, обязательно. Всего доброго. Давайте, скажем. Продолжение следует.